Описание представленных томограмм пациента 1952 года рождения от 16 сентября 2019 года. Область исследования. Головной мозг. Контрастное усиление не проводилось. По медиальному контуру основания правой лобной доли выявлено шаровидное мягкотканное образование размером 16 на 14 на 15 мм, вокруг которого зона массивного отека размером 61 на 44 на 36 мм, аналогичный очаг размером 20 на 16 на 12 мм, выявлен в медиальных отделах правого полушария мозжечка, зона отека размером 58 на 56 на 38 мм, практически все полушария мозжечка. Срединные структуры головного мозга не смещены, боковые желудочки симметричны, умеренно расширены, 3 и 4 желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седра. Супраселлярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние до хиазмы 11 мм. Гипофиз однородной структуры. В размерах не увеличен. Высота гипофиза 2 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостоможечковые углы свободные. Сильвиевые щели и кондекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон. Умеренно расширены. Субкортикально, паро- и суправентикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм без перифокального отека. Более вероятно дистокуляторного характера. Расширенное перевоскулярное пространство верхового робина. Крайнего спинальный переход без особенностей. Передачный пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. Заключение. МР картина объемных образований более вероятно секундарного характера головного мозга. Дистокуляторная энцефалопатия пустого турецкого седла. Рекомендована консультация нейрохирурга. Варячий рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры ручевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В головном мозге у вас есть две сложности. В правой лобной доле и в правом полушарии мозжечка. Есть два патологических очага. По МР характеристикам это скорее метастазы. Вокруг них большая зона отека ткани мозга, которая мешает ему работать, сдавливает сосуды мозга и вызывает головную боль. Кроме того, у вас есть признаки повышения внутричерепного давления, что тоже вызывает боли. С этим нужно обратиться к нейрохирургу. Субтитры создавал DimaTorzok